Я звук Геннадий, я житель нашего города. Я в Москве учу тебя узнаю, что получил. Громче, пожалуйста. Громче, пожалуйста. Громче, пожалуйста. Давайте вы не делаете замечания. У меня просто вот такой вопрос. Вот здесь собираются люди. Давайте мы сейчас немножко отступим от политики. Не будем разбираться, где легитимное правительство, где нелегитимное. Вот, сейчас ситуация. В 12 часов объявлена мобилизация в Украине. Кто из присутствующих здесь готов взять в руки оружие? Кто из матерей готов отправлять своих детей? Я готов. Хорошо, вы готовы. А ты не готов? А вы готовы! Я абсолютно аполитичный человек. За Украину готовы выйти или нет? Я за Украину. За Украину! За Украину! Я служил так в войне, что я пойду первым, если объявлена мобилизация. У меня есть семья. У меня есть, скажем так... Дай мне сказать, что человек. Мне просто интересно. Здесь говорим, обсуждаем, высказываем свои точки зрения, где кардинальные, скажем так, действия, которые бы предотвратили. Вот я слышу, скажем так, разговоры о самообороне. Один человек и заявил в инициативу, 100 сообщений, все, человек, два шага назад. Это ненормально. Если человек поставил перед собой задачу, он должен идти за ней до конца. И мы должны его поддержать. Ежели он не готов, значит, зачем эти вообще выдвигать предложения? Он не до конца был готов. У меня просто еще один вопрос. На ваш взгляд, что в данной ситуации... Вот, все, есть военный конфликт, грубо говоря. Он только в своем старте, но он есть. И что Украина может противопоставить намного гораздо лучше подготовленным войскам России? Кто начал это все? Кто это все начал? Просить мир. Падет, который сидел власти, червяки. Владимир, человек, бьет зимку. Что зимка, робот? Я величие, правильно? Воинский потенциал государства Украина за годы независимости сведен к минимуму. В результате предательской политики, начиная от президента Кромчука до первого, и кончая недавно сброшенным Януковичем. Вооруженные силы фактически сведенены на нуль. Все кадры, которые были в армии, вытеснены, выдавлены на обочину. Все прекрасно знают, более или менее подготовленные. Сейчас мы не можем сопоставить один к одному вооруженные силы Российской Федерации и вооруженные силы или остаток их государства Украины. Но я хочу сказать одно. Кто более-менее знает историю войн и локальных конфликтов, тот поймет, что ни одна агрессия, ни одна оккупация не была бесконечна. Возьмите пример северного и южного Вьетнама. На стороне южного Вьетнама сражалась сильнейшая армия, армия Соединенных Штатов. Вьетнамцы им противоставили сплоченность и неописываемую жестокость. Они залили американцев кровью, американцы ушли. Ваше предложение, что надо делать? Я отвечаю молодому человеку на его вопрос. Если, не дай бог, конфликт, который сейчас я могу назвать прятанием оружия и запугивание, перейдет в фазу кровавого конфликта, согласен, российская армия может пронзить Украину и дойти вплоть до западных границ. Но за каждым углом, за каждой подворотне будут резать души и убивать. Я уверен, молодой человек, если вы служили в армии, мы с вами будем стоять надеемся по эту сторону и защищать свою стройку. Я не могу сказать, что он сказал, что Великую Отечественную войну выиграли украинцы, украинские офицеры. И благодаря украинскому народу и украинским офицерам победили Великую Отечественную войну. Это была передача по России, которая ввел звонитцы. И он вскрил архивы. Почему? Будет боится вскрить архивы? Чтобы не мог бы вот это сделать, и люди не участвовали. Давайте мы звернемся на телебачение и проведем круглый стил, как украинские офицеры. Только на миге, только на миге. Мы не расслужили их, чтобы дальше заканчивались.